Привет, друзья! С вами Школа Воркаута и сегодня мы поговорим про тренировки дома. В особенности разберем такой важный момент, как задействовать мышцы верха спины, если у вас нет под рукой оборудования, нет полотенец, чтобы зацепить их в дверь и даже нет резины. Что же тогда делать? А перед тем, как мы начнем, я бы хотел рассказать, что 8 декабря у нас выйдет новый курс по тренировкам дома без специального оборудования. Сейчас мы проводим предпродажи, поэтому цена максимально низкая и этот курс будет полноценным курсом о тренировках дома, который научит вас тренироваться не только эффективно, но и интересно. Ни для кого не секрет, что плечо это самый мобильный сустав человеческого тела. Именно это сыграет в нашем случае нам на руку. Мы будем аккуратненько его дестабилизировать, чтобы мышцы верха спины включались на его стабилизацию. Мы также добавим статику, чтобы усугубить этот эффект. Не забывайте, что всегда, когда мы отходим от стандартной базовой техники, у нас появляется риск травмы. Именно поэтому мы разберем технические нюансы очень четко и будем делать данные упражнения максимально медленно и подконтрольно, не увеличивая резко амплитуду. Итак, друзья, давайте начнем. Как же включить нашу спину на отжиманиях? Существует несколько правил, которым вы должны следовать, и сейчас мы пройдемся один за одним по этим правилам. Итак, изначально примите положение обычной планки. Ваши кисти должны смотреть не вперед пальцами, да, а примерно под 10-15 градусов в стороны. Примерно так же, как вы делаете на горизонт. Шаг номер два – это поставить руки немного шире, где-то в полтора раза шире, чем ваши ширина плеч. Это уже немного дестабилизирует ваше плечо и за счет этого заставит подключаться мышцы верха спины. Шаг номер три – это сделать небольшой уход вперед. То есть подаетесь плечами вперед, это также немного дестабилизирует плечо, и вы уже почувствуете напряжение широчайших мышц. Здесь также очень важно учесть, что плечо должно быть всегда депрессировано и прижато вниз. Именно это движение включает наши широчайшие мышцы еще больше в работу. Именно с такой позицией теперь вы делаете отжимания. Как вы видите, в этом положении, в положении нижнем, у меня локти смотрят под 45 градусов. Я их не прижимаю к телу, я их не развожу в сторону до блокировки. Я их держу под 45 градусов там, где у меня максимально подвижен плечевой сустав, и там, где мне нужна максимальная помощь со стороны широчайших мышц. Именно таким образом нужно отжиматься. Теперь давайте поговорим про амплитуду. Она должна быть максимально глубокая, но только если вы делаете это на полу. Если вы делаете это на паралецах, то не опускайтесь ниже плоскости паралец, потому что это может быть травмоопасно для вашего плечевого сустава. А сейчас давайте поговорим о самом важном нюансе. Вы должны фокусироваться на рабочих мышцах. Вы должны чувствовать широчайшие и мышцы верха спины во время движения. Без вот этого самого главного пункта все остальные не будут иметь смысла, потому что именно фокус на рабочих мышцах сделает это упражнение максимально эффективным. Как я уже говорил в начале видео, мы можем усложнить данное движение и включить в работу мышцы верха спины еще больше, добавив статику. В нижней позиции. А теперь давайте посмотрим, как работают широчайшие мышцы при обычных отжиманиях и при отжиманиях по технике, которую я вам только что дал. Итак, вы увидели очевидную разницу, но не забывайте, что эти отжимания ни в коем случае не заменяют остальных стандартных отжиманий различными видами хватов, потому что это всего лишь вспомогательное движение для того, чтобы включить в работу мышцы верха спины. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Если было полезно, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в следующем ролике, а с некоторыми у нас в новом курсе.